я опять со своим пирогом вчера но так поздно как-то завела тесто он очень вкусный так вот я вчера съела четверть пирога и со спокойной совестью снова он я даже не могу вот описать вам свои эмоции по поводу этого пирога ну то есть если раньше я ела вкусную и невкусную выпечку дрожжевую я имею то сейчас у меня есть еще один критерий вот есть невкусная есть вкусная а есть сахарный пирог это вообще фантастика как можно было догадаться сделать пирог который не пирог а торт с кремом понимаете и при этом дрожжевое тесто не знаю я прям это вот надо медаль выдать тому человеку который этот рецепт придумал очень вкусный причем учитывая что самом тесте всего две столовые ложки сахара это учитывая что я одну столовую ложку лишнюю положила то есть по тому рецепту который я нашла там вообще идет на двойную порцию столовая ложка сахара в тесто ну я решила думаю не сделаю все таки я одну столовую ложку в опару и одну и уже в само тесто но он настолько вот понимаете вот этот крем это же сливки которыми мы пропитываем сливки уходят влага впитывается в тесто но вода из сливок впитывается в тесто уже пропитана и остается вот типа найти по типу маскарпоне только сладкая потому что через верх когда мы наливаем сахар все таки пропитывается вниз и более нежный крем чем маскарпоне но он очень вкусно я вот с утра встала и у меня первая мысль была съесть кусок торта учитывая что я не завтракаю завтракаю я только у родителей у них там продаются обалденные булки и домашняя сметана и вот там я пью чай с булкой и с этой сметаной дома я не завтракаю но этот пирог это просто шедевр какой-то очень вкусный я поняла что теперь я этот пирог буду готовить очень часто вот его ешь и нет ощущения булки абсолютно прям как настоящий пирог не пирог торт прям торт вот настоящий торт очень вкусно не крошки мимо вчера же вот это вот про картошку смотрела но интересные факты а потом пекла и дрожжи думаю дай-ка еще и про дрожжи прочитаю в общем я теперь сделаю рубрику выбираю какой-то продукт и буду вам о нем рассказывать ну чтобы не просто так поболтать ни о чем на конкретно о каком-то продукте может быть вам будет интересно ну по крайней мере попробуем значит о чем я сегодня хочу вам рассказать сейчас я кусок это творог возьму а сахарная корочка сверху просто отпад рассказать я хочу о дрожжах мне это вдвойне интересно почему потому что дрожжи это же грибы так вот что я узнала в интернете великая вещь интернет просто фантастика дрожжи это одноклеточный гриб то есть обычный гриб да ну то что мы грибом привыкли называть это там много-много клеток дрожжи это одноклеточные их в природе более полутора тысяч видов есть даже такие которые приносят вред то есть если этот вид дрожжей поселяется на каком-то продукте он его уничтожает продукт я имею ввиду то есть делает непригодным к пище в пищу извиняюсь и те консерванты которые есть у нас в нашей жизни они не способны этот вид дрожжей нейтрализовать в основном дрожжи у нас используются в пищу и в медицине в медицине делают лекарства на дрожжах еще во времена советского союза был такой врач сейчас я подсмотрю он был репрессирован и попал в лагеря так вот он там дрожжи вырастил из мха и впоследствии из этих дрожжей он делал лекарства в Америке есть штат Орегона символом этого штата являются дрожжи на все потому что они производят большое количество пива а пиво сами понимаете делается тоже на дрожжах впервые упоминания о дрожжах ну это найдено найдены были эти упоминания восемь тысяч лет назад в древнем Египте тогда еще люди не знали что с помощью дрожжей можно печь хлеб но они умели делать пиво не зря говорят пиво вторых хлеб кстати ученые смогли полностью расшифровать ген дрожжей настолько микроскопическая клетка вот дрожжевая что ее можно только под микроскопом увидеть по другому никак не нашла сведений ну во сколько раз надо увеличить чтобы разглядеть эту клетку не нашла кстати если восемь тысяч лет назад пиво делали с помощью дрожжей то дрожжевый хлеб первый стали печь около трех тысяч лет назад и вот говорят что дрожжевый хлеб вреден ничего подобного ну по крайней мере если верить интернету дело в том что дрожжевая клетка она погибает при 50 градусах она состоит вот обычная дрожжевая клетка состоит из белка и воды когда попадает в тесто они начинают размножаться вот когда мы говорим опара играет или там тесто поднимается это размножаются эти дрожжевые клетки колония вот этих вот дрожжевая колония при наличии питания может жить очень долго а вот каждая клетка если ее брать вот рассматривать каждую клетку она может прожить даже при наличии питания там температуры благоприятных условий она все равно проживет не больше нескольких суток так вот когда мы ставим тесто у нас поднимается оно за счет увеличения количества дрожжей дрожжевых клеток но при нагреве свыше 50 градусов получается как бы так сформулировать то в общем дрожжевая клетка распадается нет дрожжевая клетка в ней верней белок сворачивается вода испаряется а поскольку мы хлеб когда ставим печь там на 180 примерно градусов да иногда и выше то внутри самого тесто температура получается выше 90 градусов то есть однозначно эти дрожжевые клетки они не выживают единственное что это если вы сырые дрожжи едите вот тогда это может быть вредно для организма но опять же не для всех кто-то употребляет вот пивные дрожжи же употребляют для роста там волос например для роста ногтей не все нормально а кому-то да есть дрожжи определенные виды которые могут вызывать заболевания желудочно-кишечного тракта не только у людей но и у животных дрожжи живые которые покупаете ну прессованные на них холодильник это не долго хранятся а вот если их убрать в морозилку можно прямо на кусочки разделить и хорошо упаковать в морозилке может храниться и год и даже два самое главное чтобы температура постоянно была одинаковая то есть не вытаскивать их туда-сюда вытащили кусочек использовали те остальные кусочки не трогаете и еще одно условие чтобы вода влага не попала тогда все будет нормально кроме этого с помощью дрожжей при помощи дрожжей производят этанол а это природное топливо экологически чистое и в бразилии уже много машин ездит на этом топливе есть еще такой факт в одном пакетике вот в 11 граммовом находится несколько миллиардов клеток дрожжей ну просто вдумайтесь в эту цифру мы так вот кидаем по некоторым данным от двух до трех миллиардов этих клеток вот пол пакетика нам надо на рецепт допустим на вот этот рецепт пол пакетика это представляете больше миллиарда дрожжевых клеток туда попало ну это же интересно мне по крайней мере очень интересно а еще в основном это в Америке делают но я так думаю что и у нас тоже вот если вы когда-то в кинотеатрах покупали сырный попкорн вот знайте что там сырного нет ничего специально обработанным способом дрожжи дают вот как раз сырный привкус так что имейте в виду когда вы покупаете попкорн с сыром вы покупаете попкорн с дрожжами вот этот факт меня он удивил больше всего ну как так вы ж когда дрожжи нюхаете да они же абсолютно не пахнут сыром ну так вот получается в общем какой мы делаем вывод вывод один надо печь сахарный пирог как только этот съесться я обязательно сделаю еще один всем приятного аппетита пока пока ну я не знаю Продолжение следует...